Вы знаете, по поводу терактов, Олимпиады, конечно, в опасности, но теракты, есть иногда бродящая такая вот точка зрения о том, что теракты кому-то выгодны. Теракт не выгоден никому точно так же, как не выгоден никому прорыв гнойника. Дело в том, что терроризм, вот сегодняшний терроризм в России, он имеет два корня. Значит, первый – это диковатость и тот моральный надлом, который переживают деревенские люди, вступая в цивилизованный, индустриальный, урбанизированный, развратный и так далее мир. У них сносят крыши, они понимают, что этот мир сходит с ума, они понимают, что этот мир нужно менять, и они во власти вот этой вот идеи начинают совершать радикальные вещи. И вторая причина, по которой теракты учащаются и, наверное, будут учащаться, это ошибочное направление, взятое Кремлем на клерикализацию, то есть на поддержку религии. Они по ошибке думали, что одной религии, хорошей, хорошим исламом можно вытеснить плохой, или, допустим, с помощью православия насаждаемого потеснять ислам и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Дело в том, что психологически и физиологически даже все религии, вне зависимости от их расцветки и слов обрамляющих, имеют один и тот же корень. И вот эти корни – мракобесие, ксенофобия, внутренняя агрессия, фрустрация, неудовлетворенность, дикость и так далее – на фоне этого всего возникает религия. И если мы просто взращиваем религию, то в процентном отношении чуть-чуть повышается всегда. Если государство благосклонно внимает и поощряет и так далее что-то, тут же общество начинает откликаться, и тут же растет процентный уровень террористов, фанатиков и так далее. То есть, вне зависимости, повторяю от того, какая это религия, потому что цветочки и мишура может быть разное. Корень один. Религия – это оружие для объединения своих против чужих. То есть, это, в принципе, конфронтация. Есть такой психолог Акоп Назаритян, доктор наук, который абсолютно верную вещь сказал, что дайте мне любого истинно верующего человека, вне зависимости от его конфессиональной принадлежности, я его за короткий срок превращу террориста. Потому что вот это вот зерно, в нем уже сидит. И не нужно этот пожар властям раздувать. Если вы хотите мира, как верно замечает тот же Назаритян, проповедуйте атеизм. То есть, уходите от любых идеологий старых, типа церковных, религиозных, или неорелигий, типа марксизма, национализма, троцкизма и так далее.